Так, вкусный чай, вкусняшки, они тут, значит, лежат, значит, что хочу сказать, это новый второй выпуск домашних таких посиделок, домашнего чаёчка горячего, с Генри, заваривайте с Фунч, конечно, чаёчек или кофе, или что вы там пьёте, сок, газировка, но лучше, конечно, чай и кофе, прикольные вообще напитки, сделать ещё тише молоку, Вот, кстати, хочу, наверное, начать с того, что я, наверное, мне папа прислал вместе с одной посылкой, Кэрри Смит, ещё один блокнот, вот, он мне прислал всякие вкусняшки, Вот, к примеру, тут вот гранула, вот, я, в принципе, знаю, что такое гранула, я такое уже пробовала, но мне интересно пробовать, что именно он прислал, сейчас откроем и посмотрим, видно, вкусно было или нет, так, я раскрыл, вот такие вот печенюхи тут небольшие, вот такие вот, так, кровькие, Ну, вкусные Да, такое вот сладкое, что-то вот с мёдом, что ли, дитюмом, что ли, орехи, кунжут, А, тут ещё написано кокос какой-то, кокос, финик, кунжут, кокосовая аллея, арахис, мёд, да, арахис чувствуется, на синюю лёну и кокос. Ну, что ж, интересно, так, оно вот тут будет стоять, если захочу, возьму, кстати, те, кто подписан на Телеграм, я вставлял фотографию своего одного друга, возможно, вы его испугались, так, вот, это Костя. Костя. Костик, поздоровайся с людьми. Возможно, он немножко для вас страшный, но на самом деле это очень недобрый персонаж. Дело в том, что я когда-то, мне очень захотелось иметь у тебя дома скелет, ну, такой вот я человек, мне не хватало друга, и я купил у семьи врачей скелет. Вот, купил я, значит, скелет, и, в принципе, что хочу сказать, это Костик, его так зовут, ещё мы его называем Констанция, потому что он не определён гендером, как бы, у него особенных, как бы, признаков наличия к чему-то нету, поэтому он у нас не бинарная личность. Вот, мы его дома, то есть я переодеваю во всякие одёжки, в юбки и, там, наоборот, брюки, вот, он стоит у меня возле шкафа, в общем, хороший такой человек, друг, всегда высушит, вот, его интересно рисовать, я в некоторых скелетбуках, по-моему, он даже появлялся у меня, вот, в общем, такой вот у меня он дружок. Ну, здесь у меня, конечно, только его голова, дома полностью его туловище, ну, я всё привозить, конечно, не стала, но хотя бы вот так вот на столе у меня стоит, вот. Это как у Шилока из сериала был тоже череп, он с ним общался, но этот у меня немножко другой, он такой, он более дружелюбный, более какой-то, не знаю... Он как отдельный персонаж, на самом деле. Вот, вообще никогда не боялся ни скелетов, ни привидений, ну, может быть, в детстве, не знаю, в детстве, наверное, все боятся, но поскольку я, в принципе, по жизни мне часто снятся кошмары, я часто как-то преследовался этими всякими монстрами, причём не всегда привидения и скелета, то я просто к ним привык и даже научился дружить со своими монстрами. Это всё равно как приручить дракона, да, то есть, ты просто начинаешь привыкать, начинаешь общаться и даже, может быть, дружишься с какими-то монстрами. И это интересно достаточно. Так, ну, о чём конкретно будет этот выпуск? Наверное, будем болтать немножко о моём творчестве, но не сильно. Скорее, больше о Ютубе, я давно с вами хотела об этом поговорить. Вот, недавно буквально, по-моему, какой-то зашёл... А, на прошлом видео с домашним чаёчком один человек написал комментарий, может быть, я его сейчас сюда прикреплю на монтаже. Она писала, я понимаю... Ну, у меня есть подозрение, что это мнение многих. Она писала, что да, она замечала другие видео, кроме рисовательных, кроме таких уютных, на канале, но не особенно на это тратила время, потому что, ну, на это всё нужно настроение. И, в принципе, она абсолютно права. Многие... Ну, то есть, на что вообще разделяется мой канал, да? Это... Ну, кусочек этой гранулы. На что разделяется мой канал, это, во-первых, фильмы и музыка. Потому что изначально этот канал был создан для фильмов и музыки. То есть, я режиссёр, ну, такой домашний, на самом деле, не особенно сложный режиссёр я. Я режиссёр, и я снимаю фильмы, такие, как бы, простенькие, возможно, но они мне нравятся. Фильмы и музыка. Музыка у меня тоже, конечно, такая своеобразная. Зачастую это авторская песня, причём очень уникальная. Это не, допустим, какой-то тот же Акульджава. Тут, скорее, больше каких-то своеобразных мыслей, своих собственных исполнений. Музыка очень специфичная, согласен, она бывает несуразной и так далее. Вот. Ну, и под конец самозапись и зачастую сама песня, она немножко грустная, наверное. У неё очень много грустных тематик именно в музыке. Вообще, думаю, наверное, немножко почистить свой канал, потому что заметил, что я уже сам теряюсь среди своих видео. Это, ну, не совсем порядок. Вы, возможно, заметили, что я не в костюме клоуна, просто потому что я нашёл комфортную одежду для себя, буквально в каком-то стоке или что-то в этом роде. И нашёл идеальную просто рубашку, блузу, что я такое, не знаю, но она просто идеальна. А это мой старый вот жилетка, старая жилетка. Вот. Ну, в общем, чувствую себя просто нереально кайфовым. И не обязательно быть клоуном, чтобы оказаться на камере. Ну, в общем, в чём суть? Что-то я хотела сказать. А, да, я хотела почистить свой YouTube от некоторых своих песен. Фильмы нет. Фильмы я очень люблю. Даже тот же Эдуардис Комфорт, который слегка грустненький. Слегка грустненький. Описание фильма. Ну, там называется «В чём смысл жизни». Ну, понятное дело, что он такой философский, немножко задумчивый, грустный. Но фильмы я все хочу оставить. Даже неудачные какие-то. То есть, короткометражки там. Это всё, конечно, нужно оставлять. А вот некоторые песни, которые, ну, такие себе там, то и всё, то, возможно, они просто отпугивают некоторую аудиторию. Прослушивая её как-то... Ну, то есть, да и самому мне они не сильно нужны. Потому что у меня, на самом деле, они сохранены в Телеграме, они у меня сохранены в программе, где я их, можно так сказать, редактирую. Хотя там по звуку не особенно сказать, что редакция какая-то есть. Но я всё равно это делаю. Без редакции было бы ещё хуже. Вот. Возможно, я даже посмотрю сейчас. Вот вместе посмотрим, какие песни можно было бы слегка убрать. Это не значит, что я... Это, скорее всего, хорошие песни я оставлю. И более-менее, которые не вводят в депрессию, наверное. Ой. Так. Сейчас найдём. Ой. Я музыку случайно выключила. Включайся, музыка. Так. На канал. Так-так-так. Плейлисты. Тут дофига плейлистов всяких. Я уже насоздавала столько плейлистов. По идее, они должны были помочь не запутаться. Но их так много. Я уже сам путаюсь. Вроде 400 видео это немного. Но это нет. Это много всё-таки. Надо что-то делать с этим. Так. Вот я возьму какой-то скетчбук. Так. Давайте посмотрим. Альбом «Сон». Ну, он, в принципе, шикарен. Даже гитарные не совсем удачные. Они клёвые. Мне не нравятся. Вот. 9 минут. Нормально. Нормально. Успеем. Затем. Так. Чё-то я куда-то зашёл. Ага. Вот. Альбом «Звёздная песня». «Звёздная песня». «Звёздный сон». Классная песня. Твоя планета. Деревянные звёзды. Мне не нравится песни «Поймать звезду» и «Ты гори, моя звезда». Они... Ну, такие себе, если честно. «Ты гори, моя звезда, ангел мой, лети, лети». Ну, в общем, они у меня сохранены. Так что я их просто уберу. «Поймать звезду». Ну, и её альбом станет чуть-чуть меньше. Так. И «Ты гори». Так. Хорошо. Едем дальше. Из новых, наверное, не имеет смысла ничего убирать, потому что там идеальный фактически звук. Я добился какого-то нового звучания. А, погодите. Тут ещё есть короткометражные мультфильмы. Про неразделённую любовь в тёмном углу чемодана. Школьный фольклор. Ну, там забавный просто мультик. Не знаю. Не знаю. Я подумаю над этим короткометражками. Крашка, бультфильм «Падение из лёд». Тоже не знаю, что с этим делать. Очень простенький мультик. Можно оставить как эксперимент. Не знаю. Блин, я подумаю. Короче, пока запишу карандашом, как говорится, да. Песни души там, по-моему, все прикольные. Ну, то есть, это такие как бы песни, которые никому и ничем не мешают особенно. Они нормальные. Так. Альбом «Пунктир». У меня он... Ну, то есть, он хоть и прикольный, но мне он не нравится за звучание. Хоть... Ну, пусть будет лучше у меня сохранён в аудио, чем... Ну, он на ютубе просто лишний, на самом деле. Раз. Два. Так. Альбом «Мальчик мой» — шикарный альбом. Тут не поспоришь, конечно. Тут, конечно, поспорить сложно. Альбом «Столетние секунды». Альбом «Акапелла» — нет. Альбом «Кар». Вот с этим я, конечно... Я бы, возможно, некоторые песни убрал. Вообще, капец, мрачный альбом. Мне ведь это даже танцю и балерина. Хотя, вот забавно, я эту песню написала ещё до ситуации. Ну, мрачно, ужасно, конечно. Не... Ну, с другой стороны, и такие песни должны существовать. Ну, в общем, я, возможно, убью только несколько неудачных песен. Это можно оставить. Чудо пили троянды. Ну, погана людина. Кинча ревны кедын. Эдунок и пингвин. Погана людина. Просто это, сами по себе, без особого смысла песни. Если те ещё, да, они мрачные, но не имеют смысл, то эти какие-то, они и смысл, и всё, вот у них как-то... Не, одинокий пингвин имеет смысл, но его не все поймут, потому что это такой зоологически интересный факт о том, как пингвины, сходя с ума, уходят в ледяные горы. Ну, можно посмотреть об этом. Какой-нибудь документал. Пингвины вообще интересные существа. Так, с этим разобрались. Вот мне, блин, капец, не нравится этот альбом. Маленький театр. Мне здесь нравится только моя душа-гитара. Ну, черно-белая улыбка, допустим. Не говорите мне, что вы влюбились, допустим. Рисунок нет. Мне он не нравится. Зачем он здесь нужен? Порок. Ну, хай-будо. В принципе, стихи хорошие. Что с собой? Маленький театр. Ой. Маленький театр. Это точно надо убрать. Ну, я имею в виду не альбом, а тут вот песни есть. Маленький театр. Честно говоря, он как песня ужасно вышел. Без концепции, без ничего. Просто ужас какой-то. Летящий на крыльях ночи. Дальше тут вот альбом «Последний в рай». В рай. Там нужно вообще сделать, наверное, переозвучку, если будет время. Там тексты хорошие. Мы их писали еще с папой. Но там получается, что... Ну, я положила на электронную музыку. Она звучит просто ужасно. Так, на остановке, пожалуйста, шикарный альбом. «Крестики-нолики». «Крестики-нолики». Тоже шикарный, на самом деле, альбом. Ой, не шикарный. Он ужасный, вот. Ну, думаю, он своеобразный. Он такой уникальный. Он очень странный. Но, в общем, нет. Чуть-чуть надо почистить, знаете. Альбом «Завтра» и «Альбом паническая атака», да? Мне не нравятся обложки. Вот обложки у меня абсолютная какая-то лажа. Да и, в принципе, он мрачноватый. Хотя тут песни очень классные. Ну, лучше я его просто сохраню, как... Господи. Короче, паническая атака. Он меня всегда раздражал немножко. Не за звучание, не за смысл. Просто из-за обложки неудачной. Если я захочу, я, конечно, выложу еще раз. Но, скорее всего, он будет у меня просто в телеграм-канале. Он у меня есть и просто в телеграме сохраненный. Ну, если кому-то захочется, то он может подслужить в телеграм-канале. Вот. Так. Что тут еще? А больше тут вроде уже дальше идут новые альбомы про ангелов. Затем такие вот всякие плейлисты, связанные с творчеством, с кино. Вот. Альбом задай мне вопрос. Не, ну, дальше все уже хорошо. Не так уж много надо удалять. Вот. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть почистить, наверное, стоит. Потому что... Ой, это, конечно, немножко хаосно. То есть это не значит, что песен не будет. Песен я уже... Я же просто уже столько песен написала, что мне, как бы, не особенно волнует, что будет выставлено, что не будет. Они у меня на любом случае сохраняются. Тексты сохраняются, все сохраняется. Аккорды... Так, я не поняла. Ты что, отключился? Совсем отключился? Эй. Что в дело? Вот. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Все-таки громкий какой-то. Так, давайте, знаете, что? Мне еще хотелось с вами, наверное, обсудить. Так, чайку. Вообще, из последних новостей, достаточно интересных... Не интересных, но я просто их расскажу. У меня был лак на ногтях. Он был фиолетовый. Но каким-то образом он просто взял и слез. Я даже не знаю, что теперь делать. Как вообще кому-то доверять, если даже лак тебя предает. Почему я наносила лак, кстати? Потому что у меня есть дурная привычка есть свои пальцы, грызть свои вот эти вот ногти и так далее. Вот. А это еще как-то останавливает человека, вот, есть, грызть себя вот эти вот лак на ногтях. Как-то помогает. Это моя собственная была мысль. Вот. А еще меня тут вот цапнула кошка. Я пытался ее погладить. Она такая-сякая меня цапнула. Ну, она просто не любит, что ее гладили. Сам виноват, так сказать. Вот. Так. И еще было достаточно интересно. Я тогда ощущала большой прилив энергии. Вообще, вот каждый раз, когда я... Вот, ну, такая тенденция. Я вроде немного записывала вот этого домашнего с чаечком. Но каждый раз, когда я готовлюсь, я просто много обдумываю, обсуждаю у себя в голове, как оно будет выглядеть. И у меня была такая интересная мысль на опыте, так сказать. Я на сереграме и в инстаграме одном. В общем, я попробовал, ну, не то чтобы день. Я пару часов, пожалуй, носил платье. Такое необычное, интересное. Как будто летнее, викторианское. Вот. И мне очень понравилось. Мне... Это был интересный опыт. Очень интересный. Я, понятное дело, не ношу так платье даже на улице. Но я просто дома носил пару часов. Заделала несколько красивых фотографий. И... Ну, это было действительно очень интересно. Очень необычно. И, в принципе, ощущалось так, как будто бы... Вот, как в прошлый раз говорил человек искусство. Человек ощущается как искусство. Это очень интересно. Вот. Так что, не знаю. Мне понравился образ. Очень сильно, очень интересно. Вот. Так. Ну, в общем, вернёмся к тому, что я хотела вам рассказать. Вот. У меня тут в заметках написаны какие-то идеи и так далее. Что вообще мне хотелось делать? Сейчас достаем это. Ой. На ютубе. В общем, так. Обзоры всех блокнотов. Ну, мы пока ещё до этого далеки. Но, в принципе, у меня не так уж много блокнотов. Хотя нет. Если говорить о блокнотах, а не только о скетчбуках, то да. Там обзоров, конечно, дофига. Это ежедневники и то, и сё. То есть до ежедневников я ещё не дошёл, собственно. Ну, в общем, обзоры будут. Тут скетчбуки пока обозреваем, да. Вот. Потом идеи, чем заполнить там блокнот. Допустим, ежедневник, дневник, скетчбук и так далее. У меня было там, я вас ещё спрашивала в вопросе, хотите ли вы идеи для скетчбуков. Я пока делаю только шорты, но пока готовлюсь, наверное, к более крупному видео. Готовлюсь, но пока ещё всё ещё не приготовился. Вот, надеюсь, будет, да. Вообще, вы столько идей иногда предлагаете в комментариях. Это меня очень сильно радует, конечно же. И это мне помогает. Но иногда я просто забываю записать эту идею опять-таки в этот блокнот. И я просто такой, погодите, была какая-то идея классная, но я просто забываю. В общем, класс. Так, это про идеи, чем заполнять. Это я уже записала. Как вести? То есть, бывают вообще вопросы. Вот у людей, которые начинают вести дневник, скетчбук или ежедневник, иногда бывают вопросы, а как вообще его введут зачастую и так далее. То есть, вообще нет оптимального решения для всех и вся. Но есть какие-то, я не знаю, не то что правила, установки. Есть какие-то вариации. Поэтому вот такие видео тоже, на самом деле, часто нужны. Для чего нужен опять-таки дневник ежедневник, скетчбук. У меня зачастую очень часто много объяснений, а зачем и для чего я это делаю, да. Вот, вот такое вот. Ну, то есть, тут вот вообще такие, как бы, видео, типа, помогающие, да, развивающие. Ну, то есть, как, я не знаю, это тутрилы называются, или день. Я вообще не разбираюсь в этих названиях ютуба. Для чего нужен, совет или ночков, как начать, как найти свой стиль. Вот, бывает, в скетчбуках, как найти свой стиль, да. Вот. У многих таких, боже, как выглядит этот стиль. На самом деле, стиль это максимально просто. И даже, я скажу больше, у одного человека, может быть, больше, чем один стиль. Это правда. Вот, как бюджетно оформить. Тоже очень интересный вопрос. Он меня самого всегда интересовал, потому что зачастую нету возможности либо купить, либо просто денежек нету. Ну, и ты такой, как же оформить, собственно, что делать. Ну, и вот, собственно, думал предложить такое видео. О, тут дальше пошли уже более отрешённые названия. Концерты, когда я пою на гитаре свои никому не интересные песенки. Нет, они... Я помню на двух концертах, которые я выставила, или там было три, по-моему, два, я выставлял, и вам даже, ну, типа, зашло, было интересно. Вот. Вот, ну, мне нравится сам формат, но мне не нравится первый концерт. Он вышел как-то простенько, наверное. Но, с другой стороны, ну, ладно, пусть уж будет. А вообще, концерты я хочу, наверное, оформлять, вот как сейчас я записываю домашний чаёк. Вот. Ну, раньше я, возможно, чувствовала низкомборт, но я хочу записывать, как сейчас. Но, наверное, я просто буду ставить перед собой текст, потому что я просто... Я не помню всех песен, честно. Тем более текст. Я помню аккорды, аккорды у меня все примерно похожи, но тексты я совершенно... Вот просто не помню. Их там... Мне кажется, у меня песен больше пятидесяти. Не знаю, сколько там. Ну, в общем, я не могу всё запомнить. Поэтому... Поэтому и нужен будет текст подглядывать. Так, это я... Это я сказал про концерт. Ну, в общем, я планирую как-нибудь ещё записать подобное. Стихи. Я вроде как записываю стихи иногда, как бы я их озвучиваю, но я не знаю, насколько вам это интересно. В принципе, иногда просто буду выкладывать, потому что... Потому что маги... 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 Я магу... Я маги... Аудиокниги, да. Это достаточно интересно, но у меня пока нет подходящих аудиокниг, которые, возможно, были бы интересны. Последнее было «Озвари» и «Чарли». Но «Чарли» я не до конца озвучила. Но нету вот пока больше что-то такого же интересного. Ну, кстати, вот... Может быть, досмотрите до конца. Я вам дам какие-то рекомендации, что можно смотреть на моём YouTube-канале. Какие-то самые интересные видео, кроме тех, что вы, возможно, знаете. Ну, в общем, но это позже. Это те, кто уже досмотрели до этого момента. Так. Аудиокниги я сказала. А, подкасты. Удивительным образом я всё-таки дошёл до такого... Что-то вроде «Чайка» с «Генри», который формат я посмотрела у «Монро». Кстати, почему-то начал в последнее время рисовать свои скетчбуки под её болталки, потому что перестало нравиться рисовать под обзоры скетчбуков вот каким-то образом. Я не знаю, почему. Ну, жизнь меняется. Раньше ещё, помню, рисовал под летучую мышь оперетту, а сейчас под Монро. Ну, что ж. Всё в этом мире меняется. Ну, в общем, подкасты. В чём штука? Я всё никак не могу прийти к этому формату. Даже дело не в том, что мне не о чём рассказывать. Дело в том, что я не знаю, как это впихнуть в свой как бы... То есть у меня вообще, как видите, много идей, но многие из них до сих пор не реализованы, потому что выпускаю... Ну, то есть YouTube хоть и занимает достаточно много времени, но выпускаю я видео где-то два раза в неделю. Это, ну, в принципе, достаточно много, потому что некоторые даже этого как бы не делают. Но в чём штука? В чём штука? Что я хочу сказать? Я не могу впихнуть в свой какой-то режим, в свой какой-то график вот эти вот подкасты, как и многие идеи, которые здесь записаны. Ну, в общем, я пока думаю над этим. Да и как оформить, тоже надо придумать. Дальше... Ну, такая мысль была. Она меня увлекала в своё время. Ну, ладно, это мы запишем просто как ДИС. Я иногда делаю прикольные штуки. Вот. ДИС. Я вот ещё из недавних записала лепка. После кукол вам очень понравилась эта тематика. Вы сказали, лепка, это классно. Ну, и в принципе, я думаю, ДИС там, где я делаю что-то, кроме того, что рисую. Это, в принципе, интересная мысль. Надо будет что-то такое оформить. Вот. Так что, вот, я думала об этом, но... А вот она, кстати, записана. Мусорный джанкбук. У меня только одно видео, но, господи, как я хочу сделать ещё, ну, не одно, а даже несколько видео о джанкбуке. Мне понравилось. Это такая штука. И хоть она у меня получается своеобразная, но всё равно мне нравится. Это мусорный блокнот или джанкбук. Но я всё никак не могу найти, опять-таки, время. Почему? Почему я один, а идей много? Вот в чём вопрос. Ну, кстати, спидпэнты у меня тоже было. Я, наконец-то, понял, что такое спидпэнты. Это когда человек просто рисует и что-то говорит. Или молчит. В общем, спидпэнты у меня была идея, но что-то, увы, там, где я рисовала театр маленьких капризов, вам было не особенно интересно. Но я думаю, может быть, какие-то другие спидпэнты, может быть, вам больше зайдут. Не знаю. Не знаю. Я ещё думаю над этим форматом. Мне кажется, вам не очень заходит подобное. Просто не уверен. Вот. Я, в принципе, много имею стилей и много чего рисую. Но не знаю, как вы относитесь к спидпэнтам. Так, ладно, всё, соберись. Так, это я уже, типа, записал. Кстати, я в последнее время что-то забросила в шорт. Надо будет позапновить, более-менее их ввести. Потому что, в принципе, прикольный формат. Так. Ну, вроде как всё. Всё, что было. Даже обзор... О, обзор кукол я, кстати, уже сделал. Слава тебе, господи. Но я ещё собираюсь второй делать вместе с моей бабушкой. Так. Это я записывал. А, была ещё такая идея. Я тут записывала дополнительные. Мне кто-то писал ещё, когда я обозревал все свои блокноты, мне кто-то написал предложение такое. Типа, показать, как я оформляю коллажи. Ну, в принципе, можно будет. Ну, посмотрим, да. Наверное, будет как-нибудь видео, как я делаю коллажи. Просто ещё не знаю, под каким соусом это подать. Вот. Ну, и обзор вот этих вот книжечек Кэрри Смит, которые у меня на данный момент есть. Вот. Ну, как-то вот так вот. Вот сейчас подойдите, посмотрю, что здесь вообще. Ну, здесь то же самое, на самом деле. В общем, такие вот дела. Такие вот пирожочки. Ой. Чайку. Которые там... О, почти 30 минут. Ну, я ещё чуть-чуть поболтаю, и будем заворачиваться. Я вам обещала рекомендации. Так. Сейчас, две секундки. Кстати, вот вы только что послушали все идеи для моего канала Ютуба. Как-то я не так сформулировала предложение для моего Ютуб-канала. Капец я... Господи. Научись разговаривать. Вот. Возможно, у вас самих есть какие-то ещё идеи, хоть вы мне часто предлагаете достаточно. Но всё равно, может, ещё что-то есть. Какие-то мысли. Вот. Ну, в принципе, можете предлагать. Вот. А насчёт того, что я бы мог вам порекомендовать на своём Ютуб-канале, кроме видео. То есть, вы, наверное, заметили, да? У меня есть там рисование, есть вот эти вот театры маленьких капризов, есть даже, собственно говоря, господи, джанк-бук. Я не знаю, смотрите вы, наверное, другие видео. Наверное, смотрите. Они в таком большом плейлисте live. Вот. И там, наверное, даже вы видели блоги какие-то ещё с Одессой, если кто-то смотрит блоги. Вот. Ну, вообще, большинство уютных, как мне кажется, видео, которые я рекомендую к просмотру, можно увидеть в таком огромном плейлисте. Я вообще туда скидываю все видео, которые мне кажутся уютными, которые можно посмотреть типа за чайком или что-то в этом роде. То есть, все эти видео можно найти в таком разделе, как видео под чаёк. Но я не уверена, что я прям все туда закидываю. Мне надо будет как-то провести ревизию. Вот. Я вообще... Я постоянно редактирую свой канал, но всё никак не отредактирую его до нормального выгляда, потому что выглядит он как-то... Как-то... Ну, как... Как сборище какого-то хаотичного мусора. Надо как-то всё-таки привести его в порядок. Вот. В общем, большинство видео можно найти в этом плейлисте. Видео под чаёк, видео вот такое вот уютное. Вот. Там даже фильм есть. Несколько... По-моему, один фильм, да? В общем, а сейчас я просто расскажу о рекомендациях, которые я лично могу порекомендовать. Начнём с фильмов. Это первый фильм, который я хочу порекомендовать. Это «Искусство требует Шекспира». Вот. Это мой самый первый фильм. Он был даже не домашний, а с некоторыми актёрами из художки, которые я сам набрал. Некоторые были моими одноклассниками. Вот. Это достаточно интересный фильм. Если говорить вкратце о нотации какой-то или сюжет, это о маленьком таком как бы театральном кружке, который пытается поставить Шекспира. Вот. Но у них это не совсем получается. В общем, рекомендую просмотр. Очень уютный фильм. Очень... Ну, он смешной, конечно же, с кометией. Не без этого. В общем, хороший фильм. И мы ещё с папой делали на него обзор. Мы рассказывали наши истории всякие тоже. Вообще, к этому фильму есть отдельный плейлист «История искусства требует Шекспира». Там всё о Шекспире. Ну, то есть, сам фильм, трейлеры к нему, одна песня, которую мы записывали вместе с некоторыми актёрами. И что там ещё было? Что там ещё было? Ну, и, собственно, фильм и обзор на него. В общем, очень классная вообще вселенная этого Шекспира. Я очень жалею, что многие люди не посмотрят его. Вот. Потому что он действительно хорош. Я сам его люблю пересматривать. Это одна из моих любимых. Вообще, я очень благодарен тем людям, которые, ну, что-то смотрят, кроме, допустим, театра маленьких капризов, что-то кроме рисования. Хотя, неприятно, когда вы смотрите и когда оставляете комментарии. Это вообще вау, круто, класс. Но когда, допустим, вы смотрите... Вот у меня был один человек, который смотрел мои фильмы. это был вообще какой-то шок. Потому что, понимаете, фильм, даже если он домашний, ты тратишь очень много времени. Ты пишешь сценарий, ты готовишь реквизиты, готовишь костюмы, ты всё-всё-всё готовишь. Ты потом ещё либо как актёр, либо как режиссёр, ты работаешь с оператором. Оператор зачастую либо моя бабушка, либо ещё кто-то. Вот. И... Ну, то есть это большой труд. И когда он совсем без внимания, ну, не то чтобы совсем грустно, но и невесело. А когда кто-то хоть один человек замечает, это такое ликование просто невероятное. И песни. Мне тоже нравится, когда вы комментируете, говорите, у меня приятный голос. Я из-за этого своё время комплексовал. Но теперь уже нет. Спасибо большое вам. Я уже перестала комплексовать из-за своего голоса. Он действительно всё-таки хороший голос. Вот. Но, наверное, песни не так меня радуют, как фильмы, потому что над фильмами всё-таки я больше работаю, а песни, они... Я могу понять, что кому-то они могут не понравиться, потому что всё-таки это какое-то отражение моей души, какое-то... такое чувство, порыв, какое-то искусство, которое, возможно, не всем понятно. И если кто-то этих песен не слушает особенно или не комментирует, или... Ну, в общем, я понимаю, потому что... Ну, это песни, что с ним взять, собственно? Я как бы на песни особой большой ставки не делаю. Как-то так. А если вы смотрите фильмы, то это приятно. Ну, я вам... И, кстати, песни тоже рекомендую, которые, вот, мне кажется, самые-самые топ. Вот. Так. Это мы с фильмами сказали. Дальше, Каспир, подойдите. Я еще гляну, что у меня там еще есть. А то я уже подзабыл. Так, плейлисты, 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 видео, плейлисты. Так, я что-то не понял. Так. Кино, да? Вот кино. Вот. Ну, «Искусство Шекспира» я вам пока рекомендую. В чем смысл жизни? Фильм хороший, но я вам рекомендовать не буду, разве что, если вы хотите осенью посмотреть, получить какое-то такое философское наслаждение, туда можно. Но он не веселый и не такой, как бы, ну, просто фильм и фильм. О, вот это вот прикольно. Это прикольно просто. «Шпионские пригоды». Она на украинском, но, в принципе, есть на русском. Ну, там просто, там только субтитры на украинском, на самом деле. Не знаю. Ну, в принципе, там все понятно и без этих субтитров. Там в основном немое кино. Вот. Ну, не знаю, как хотите, в общем. Это смешно. И у меня такая пародия на шпионские фильмы. В принципе, прикольно, на самом деле. Но больше все-таки рекомендую «Искусство требует Шекспира». Я его, пожалуй, вот действительно, прям, да, рекомендуем. Есть краткометражки, но не... Это краткометражки, тут ничего особенного. Это тоже... О, вот знаете, вот, кроме Шекспира, я вам точно порекомендую «Эксперимент в ритме разума». Это был недавний, буквально, фильм. Он тоже комедийный. Он тоже... Он немножко... У него другая комедия, скорее. Он даже более смешной, чем Шекспир. Я помню, когда смотрел, дико смеялся, хотя я его сам снимал, без актёров. И он, кстати, имеет свою атмосферу, как и Шекспир. Шекспир тоже атмосферный, но вот «Эксперимент в ритме разума» он тоже имеет свою атмосферу. В общем, эти два фильма, да, 100% могу порекомендовать, как забавное кино, как весёлое, и как даже немножко атмосферное. Вот. Вот такое вот могу вам порекомендовать. Насчёт музыки. Насчёт музыки. Ну, альбом «Сон». Что я могу сказать? Это такой душевный альбом, и он такой со смыслами разными. Опять-таки, светлые головы. Можно так сказать о том, как человек принёс в нашу жизнь слово «люблю», приговор о человеке и его судьбе, шахи, о тех кошмарах, которые зачастую наоспнятся. Ну, то есть, такое вот. Не могу. Ни холодно, ни горячо. Наверное, 100% могу всем порекомендовать. Такие альбомы, как про ангелов, альбом «Хроники бродячих небес», альбом «В доме, которым ждут», альбом «Я сожгу свои белые крылья», альбом «Задай мне, друг, мой вопрос». Вот такие альбомы, да, могу порекомендовать. Они классные. 100% просто. Даже не оспаривается, наверное. Ну, весенний могу порекомендовать альбом «Май-Весна». Ну, у меня там, правда, фальцет, но я пою, я не знаю, нравится вам фальцет или нет. Тонкий голос. А-а-а-а! Вот. В общем, ещё раз, альбом «Хроники бродячих небес», альбом «В доме, которым ждут», и альбом «Я сожгу свои белые крылья». Ну, ещё, наверное, из последних плейлистов, из последних плейлистов, нет, этот, наверное, не порекомендую, но у меня сегодня вот должен выйти ещё один плейлист «Звёздный котик». И когда добавлю, ну, в общем, сможете его тоже послушать. Такой вам анонс небольшой. Так, ну, а, и кроме фильмов и музыки обязательно, наверное, порекомендую «Отзвари». Это такой больше подновогодний, даже не новогодний, рождественский, зимний рассказ мой лично. Не без стекла, как говорится, не без драмы, но всё хорошо кончается. Есть приятная концовка, есть какая-то надежда в конце. Вот. В принципе, сам рассказ, он не весь драматичный, он такой имеет, и позитивные стороны, и даже приятные. Вот. Ну, и могу, если вам не хочется, ну, то есть, не переживать, то есть, просто не хочется вот такого, вот, можете послушать «Забавный детектив», немножко детский, ну, в принципе, он забавный, весёлый, «Чарли Котовский» из «Сообщества инвалидов». Он незаконченный, но если вам понравится, и вы такие напишите, вот, хочу там продолжение, то я оформлю. Вот. Как-то так вот насчёт всего этого. Вот. Да, в общем, такие вот рекомендации. Как видите, страшного на моём канале ничего нет. То есть, в принципе, во всём можно разобраться, всё можно найти, и есть даже интересное видео, кроме рисования. вот, я вам даже их порекомендовал. Так, сколько времени? Господи, 40 минут. Я закончу, сейчас, две секунды, хочу ещё пару слов. лимончик. Хотел вот что сказать. Буквально сегодня заметил меня, отметила одна девочка, девушка, человек. Давайте так, просто человек, потому что ещё наскорю, кого-то не хочу. в общем, отметила один человек, малюбник, художник. Вот, значит, она меня отметила на инстаграме, она нарисовала Маргаритку. Вообще, заметьте, вам очень сильно понравился этот персонаж. Это меня немножко, с одной стороны, удивляет, типа, ну, то есть, там много прикольных персонажей, но, с другой стороны, да, она прикольная. Тут не поспоришь. Вот. Что ещё хотелось сказать? В общем, да, она отметила меня, она нарисовала Маргаритку. У меня была, кстати, мысль такая, шальная, устроить на 700 подписчиков то, что я их всё время никак не могу добить. Меня устраивает сейчас, нет, цифра, но 1000, это, конечно, мой предел. И не то, чтобы я стремлюсь куда-то больше 1000, ну, 1500, там, максимум, ну, потому что мне прям большая аудитория и не нужна. Меня устраивает фактически и та, что есть. Ну, если и будет 1000, то это классно вообще. мне как бы, ну, я такой, человек простой, мне многого не надо. В общем, она меня отметила и я всё никак не могу вернуться к мысли. Я, то есть, я, конечно, поблагодарил, то есть, написал комментарий. Вообще, мог бы и не заметить, потому что я редко захожу в какой-либо Инстаграм, но вообще такая интересная штука, и я заметил, что у меня есть какая-то какие-то люди, которые, ну, как бы, нравятся моё творчество, которые подражают мне, которые, можно даже назвать как последователи, что для меня само по себе удивительно, потому что я не привык жить с такой мыслью, что вот, у меня есть люди, которые подражают, которым я, как бы, нравлюсь, нравится моё творчество. Вот понимаете, ну, как был в школе, мне всегда говорили, что я максимально неинтересный человек, что я ужасный и так далее, но я привык с этой мыслью жить, типа, ну, просто, что с меня взять? Ну, я такой вот человек, значит, скучный, неинтересный и ужасный. Вот, я помню, что когда в поликлинике, я в поликлинику нарисовал детскую некоторые рисунки и нарисовал одну графическую рыбку. Ну, там много было рисунков, но вот была графическая рыбка, она особенно всем нравилась. Вот, и я помню, я пришёл и заметил рядом с моими рисунками детские рисунки, ну, там вообще много рисунков было, и один детский рисунок был похож на рыбку, то есть, это была моя рыбка, то есть, ну, перерисованная по-своему слегка. И я просто так растрогался, что заплакал. Я вообще часто плачу, но в этот раз просто это меня так растрогало, что вот кто-то подражает мне, то есть, кому-то ребёнку понравилось, понравился этот рисунок, и он взял его и перерисовал по-своему, ему так понравилась эта картинка. Это, ну, какое-то невероятное ощущение, вдохновлять и чувствовать вот это вот, как бы, что ты вдохновляешь и что ты, как бы, ведёшь куда-то этих людей на какой-то, не то чтобы, вот, как бы вдохновляешь на творчество, какое бы то ни было. И это, очень классное чувство. И, ну, в последнее время я вот начал замечать, что у меня как будто бы есть вот эти вот, как будто, последователи, фанаты. Я не знаю, как это называть, потому что я вообще не привык думать, что у меня, ну, кто-то есть, кому нравится моё творчество. Да, у меня 600 подписчиков, но, блин, всё равно понимать, что кому-то это интересно, кому-то это нравится. Это очень сложно, это как взрыв мозга такой, знаете. Ну, вообще, вообще, должен заметить, что вот я действительно начал замечать, замечать, будто бы, будто бы у меня есть какие-то такие люди, которые вдохновляются моим творчеством. Причём, возможно, они были ещё тогда, когда был Саджо Бук, а, возможно, и позже появились. Ну, я даже не имею представления, сколько этих людей, потому что они же так явно о себе не скажут, не говорят. Да я как бы и не требую, но просто это странное ощущение. я даже не могу сказать, сколько их, потому что, ну, я не могу представить, наверное, максимум 10 человек. Ну, я учитываю всех тех, которые просто вдохновляются, которые вот просто говорят, мне вдохновил твой обзор, и я такой, блин, круто, значит, я вдохновляю. Вот, то есть, ну, человек, наверное, 10, мне так кажется. Может быть, больше? Я не знаю, мне сложно это всё как-то интерпретировать, но, наверное, это приятное чувство, наверное, но очень странно, я буквально, я такой, и сложно понять, как это вообще возможно. Не знаю, вот, не знаю. Так, всё, я заболтала, всё, всё, это уже, это уже перебором. Ну, что ж, на этом, наверное, всё. Болтал я безумно. Наверное, творчестве я не сильно много болтал, но это у нас ещё, нас ещё много, много всего впереди за подобными посиделками с чайком. Так что, наверное, на этом всё. Спасибо большое всем. Спасибо большое. Можете поставить лайк, написать комментарий, ну, любая инициатива с вашей стороны, она очень важна для меня, очень приятна. всё. Спасибо большое и всем пока. И хорошего вам чайку. Хорошего вам чайку. Ну, в смысле, тёплого и уютного. Вот. Надеюсь, вы хорошо провели свое время. тёплого и уютного. Тёплого и уютного. Продолжение следует...